Всем привет, друзья! С вами Нильвгорн и это игра Империон Галактическое Выживание. И сразу могу сказать, эту игру я играл, когда она только вышла. Обозревал на своём канале, даже не обозревала, ну так сказать, первый взгляд делал, да? Игрушка очень мне зашла, понравилась, но, конечно же, она на английском. И если сразу хотелось бы предупредить людей, которые очень серьёзно относятся к произношению английского и к знанию английского, то здесь вы его не увидите, я практически совершенно не знаю английский, и поэтому, ребят, ваши типа фразы, что фу, неправильно назвал, или иди учи английский, здесь будет неуместно, потому что я вас предупредил, в принципе, так что это глупо говорить после этого. Я его не знаю, так что можете сразу выключать видео, если это вам категорично. Так вот, я играл её в эту игру в самом начале, и теперь решил вернуться, не то что вернуться, а посмотреть, что же изменилось, а изменилось уже кардинально, похоже, всё даже по скриншотам. Игрушка очень-очень развилась с тех времён. И что же из себя представляет игра? Это песочница, галактическая песочница, в которой мы высаживаемся на планете, потом будем добывать, крафтить, создавать базы, корабли, на которых будем выходить в космос, перелетать на другие планеты, войны в космосе, на земле, на суше. То есть, очень-очень крутая идея, которая уже тогда была реализована даже на, так сказать, на начальном уровне, была реализована довольно-таки интересно. Надеюсь, вам игра понравится, и если это так, то ставьте лайк, потому что лайк — это всего лишь один крик мышки, а пользы от него очень много. И набираем 200 лайков под этим видео, и я ещё, конечно же, посмотрю на ваши комментарии. Из этого всего я, из количества лайков, из ваших комментариев сделаю вывод, продолжать ли снимать эту игру или нет. Так что дерзайте. Давайте же начнём, давайте же начнём. New Game. Здесь очень много разных вариантов. Здесь, вот смотрите, Down of Galaxy какой-то вариант. Я, честно, не знаю, что это такое. Можете написать мне в комментариях, я буду вам очень благодарен. То есть это разные начинания игр, да, то есть разные вариации. Мультиплеер, ещё вот какой-то, да, Invaded of Defender. Что-то тоже непонятно. И классический, классический сценарий, дефаут, стандартный, наверное, вот так вот. Именно его я сегодня начну. Кстати, ещё здесь можно выбрать, выбрать планету. Аква, Омикрон и, видите, Дефукулти, вот это вот что-то такое, видите, Медиум, да, становится. Потом Нинкуэс, такая ледяная пустыня, да, Харт и вообще какая-то фиолетовая, какие-то туманы, что ли. Ультра. Это похоже, не знаю, то ли ресурсов может быть меньше, то ли, может быть, монстры нападают сильнее. Здесь вот ПВП, кстати, есть, да, то есть вот. А здесь ПВЕ, чисто ПВЕ, допустим, ПВЕ и дальше уже ПВП начинается. Так вот. И интересно, конечно, чем тоже отличается, скорее всего, и вот радиацией, да, потому что здесь всё это есть, там, добычей воды, кислорода и тому подобное. Скорее всего, вот такие вот разнятся в этом-то и сложность разнится. Но мы начнём, конечно же, вот с Аква. Но для начала здесь же можно ещё выбрать, так скажем, нашего персонажа, женского или мужского. Фейс тут, кстати, какие-то не все, знаете, корейцы, честно говоря. То есть вот серьёзно, почему-то они мне на корейцы все похожи. Ого, большой, худой качок. Хэроу, вы видели? Хэроу, забавно. Так, и дальше ещё у нас тут причесочки есть, при этом при всём такой волосатый какой-то. Ого, ну, ну. Вот с бородой это круто. Притом цвет, как видите, тоже можно выбирать. То есть какой-нибудь, не знаю, сделаем его какой-нибудь, вот такого, какой-нибудь розового цвета. Допустим, цвет, не знаю, рыжий. Рыжая борода у нас будет. Вот здесь вот, где рыжий? Рыжий. Где-то вот здесь вот. А, ну, где-то вот так вот, что ли, да, такой, ну, рыжий оттенок. Это уже у нас броника такая. Давайте вот такой вот делаем, да. И... И здесь тоже цвет такой какой-нибудь... Ммм, какой бы вот такой вот, давайте сделаем. Блин, довольно-таки, вот. Довольно-таки разноцветный костюмчик у нас получился бородатый такой чувак с розовой кожей такой. Начало что-то какое-то очень резкое. Блин, куда приземляться? Опа-опа-опа. Я вижу какую-то точку, ребятки. Играю первый раз, ребят. Поэтому, если я что-то понимать не буду, то скажите мне, очень... Это, я так понимаю, мы упадаем, да? То есть... Или что-то типа того. Конечно, я начал вот этот момент. Я посмотрел только на другой карте. И, в принципе... Блин, что-то на улице творится. И, в принципе, я, конечно, понимаю, что нужно приземляться. Но вот дальше приземление я никуда не ушел. Давайте уже приземлимся. Вот, я не знаю, то ли база, то ли еще что-то типа такого. Давай, давай, давай. И непонятно, откуда бы мы взялись, но... Описание истор... Воу. И брифинг, да? Давай, летс гоу. Помогайте мне, помогайте все-таки. Так. Opening inventory. Так, инвентарь. И... Так, давайте перекинем предметы из капсулы. А может быть еще как-то или нет больше? Нет больше, вроде бы, никаких входов. Так, окей. Говорит, снарядите вроде бы пистолета, медпакет, антидот, энергетический рацион и бутылочку воды, да? Я так понимаю. Давайте сначала вот так, вот так, вот так, вот так, вроде бы. Да, это какой-то топливный пак, что ли. Это бутылка с О2 или что это такое? Я не силен в таких вещах, как физики, химии. Поэтому, если я что-то неправильно понимаю или неправильно называю, пожалуйста, пожалуйста, ребят, не бомбите. А что это такое? Это база или что это? Такое чувство, что недостроено, да? Потому что, видите, вот здесь вот вроде бы как бы закончено здесь. Возьми какие-то желтые блоки непонятные. Такое чувство, что это что-то такое недостроенное, что ли. Ой, 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 ой. Ничего, ладно, нормально. Вот это что такое? О2 как раз таки. О2 это кислород. Как это ни странно, но у нас тут есть пара баллонов кислорода и здесь какой-то огромный баллон кислород стоит. Ржавая, посмотрите, это какое-то ржавая корыта. Я представляю, сколько сейчас комментариев по поводу того, типа, ха-ха, не знаю, что такое О2. Так, вот смотрите, филтенк, что-то мне тут сюда надо. Так. Типа пустой, что ли? Типа непонятно. Активация быть, нажмите. А, наверное, зайти и включить, наверное, так? Да, заработало. И смотрите, поменялось направление. Тут как будто двигательные сопла или что-то типа такого, да? Только странно, что я в это двигательное сопло пытаюсь зайти. Так, стоп, дверь работает. Значит, а, ну да, я как бы базу включил. И вот, типа, двери заработали. И это заброшенная то ли база космическая, то ли еще что-то типа такого. И нам говорят все обыскать, наверное, или что-то типа такого. Ну, я не знаю, короче. Но я-то точно обыщу. Дрель. Что-то какая-то пила, что ли. Какой-то баг. Так, ладно, короче, забираем все без разборов. Забираем все, пока влезает. Так, а это? Это один такой блок, да, как бы получается инвентарный. Так, вот здесь что-то еще. Что это? Так, здесь ресурсы. Хорошо. Опа. Патроны. Отлично. Кстати, пистолет. Давайте его сразу перезарядим. Мои розовые перчатки. Так, а что еще здесь? Стамины Рекавери. То есть это типа спален, в которой можно отдохнуть. Но он не ложится спать, кстати. Стамины Рекавери. Так, это что здесь у нас? Еда, господа, еда. Отлично, отлично. Так. Так, и он говорит нам, смотрите, дальше вот по... Ой. По... Обучению, да, вот взять вот эту вот штуку. Конструктор. Да, вот именно ее. И установить, что ли. Ну, Place Constructor. Конструктор. Эм. Эм. Так, что-то не получается здесь, наверное, на улице. Жалко, я бы на этой базе и остался. Я бы никуда и не пошел бы. Так, окей. Это что такое? А, это какая-то штуковина, в которой можно крафтить предметы. Смотрите, здесь и еду можно крафтить, и всяческое оружие. Притом, вот здесь вот нарисовано лопаты и меч. Да. Но, слава богу, что здесь не начинаем, вы знаете, с деревянной лопаты и с деревянного меча. Крыли какие-то, посмотрите. Эм. Брр, какой-то странный разбитый. Это крыло, что ли? Да, бинг. Бинг. Вроде бы крыло. Вы слышите звуки какие-то? Так, окей, ладно. Ладно, окай, окай, окай. А что нужно сделать? Select bike, create bike. Equip bike. Motorbike. Ну, bike это вроде бы мотоцикл, да? Так, его нужно сделать. А input items, motorbike construct kit. Ну, вот. Так, input вот сюда вот, значит. Отлично. А, что-то не работает. Так, off, off, off. Он, отлично. Ну, я не знаю, за счет чего работает эта штуковина, но самое главное, что она работает. Вот это вот, да. Так, окей. Окей. Что, у меня сейчас мотоцикл появится? О-о-о, ребятки. Вот это вот, да. Вот это, да. Вот это мотоцикл. Так. Карту, говорит, нажать. Вау. Смотрите, здесь какой-то админ-тс. Чё? Админ-тс. Ах, вот тут сидит админ этой планеты, что ли? Или что? И посмотрите, здесь всякие ресурсы. Силикон. Копер это медь вроде бы. Железо. Кобальт. Кобальт опять же. Опять же медь. Круто. Круто. О-2 генератор. Мм. То есть это генератор кислорода, я так понимаю, да? Вот, это мы типа так сели на мотоцикл. Круто. То есть мне нужно... А где мне его взять? А откуда он у меня, простите? Типа... Ладно, окей. Ну, раз так, так так. Я помню, кстати, с предыдущей ещё раз, что эта штуковина, она ставилась только в воду. То есть её нельзя установить никуда, кроме... То есть она делает из воды кислород. Видите, вот, не получается поставить. Так что ближайшая вода у нас... Вот. Или вот. Вот здесь вот довольно-таки приличный участок. Погнали туда. Так, вот. Ещё вот так вот повернуть нужно. Вот так вот где-то примерно. Да, ровно. Ух ты, щупальца какая-то. Стоп, 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 стоп. Что за щупальца? Ну-ка. А она дерётся, интересно? Или что это такое вообще? Ага. Я типа мёд собрал. Я думал, я её выключил, типа... Какие-то камни. Кстати, у меня же есть буровая установка. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опаньки. Так, не работает. Ага, перезарядить. Понятно. Ну-ка. Ага. Ага. Вот это, наверное. Это что? Во! А что произошло? Типа таким образом? А, ну вот. Короче, понятно. Я иронт железа, то есть... Да, смотрите, железо подобрал. Круто! То есть, таким образом можно добывать, а... Так, вот такой, да? А вот этот режим, это... Да, всё, я понял. Всё, разобрались. То есть, два режима, которые спокойно можно... Что-то я, смотрите, как будто нашёл, да? Он говорит, левел 3. 15 апгрейд поинтов, плывил каких-то... Нашёл где-то... Где вода? Простите. Вот. И всё? Воды больше нет? Воды... Ладно. Ну, всё. Самое главное можно поставить. И это самое главное. Серьёзно. Так. Оф статус. Ноу энергии. А, вот здесь сбоку написано. О2 генератор чего-то. Так. Shift-F. Shift-F. А. Shift-F это типа... Да, это похоже убрать предмет можно. Так. Окей. Окей. Обратно ставим. Так. Oxygen. Может быть топливо? Biofuel. Нет. Эй, что такое? Кора какой-то. Это... Это филпак какой-то. О! Заработало. Не знаю, что я сделаю, но оно заработало. Ну, вот похоже батарейка какая-то, да? То есть... Нормально. Так. Pick up ore. Мне говорит... То есть мне похоже... Да, вот смотрите. С дрелью что-то говорят сделать. Air что-то там перезарядить. Я так понимаю. А я это уже сделал, да? Перезарядил её. Так. И какой-то... Ора, да? А давайте просто попытаемся что-нибудь добыть, да? Хотя, стоп, стоп, стоп. Вот на карте я вижу вот здесь вот прям вот... Вот, 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 вот. Посмотрите. Кобальт. Прям вот. Вот. На карте видно, вон, на радарчике. И... Вон он. Где-то там, внизу, 17 метров до него. Давайте-ка... Давайте-ка сразу кобальта и попытаемся добыть. Ну, чё я... Зачем просто так землю копать, да? Оп, оп, булыжный какой-то. И... Типа этого... А, ну... Окей. Типа, задание выполнил. Так. А есть здесь динь джетпак у меня какой-нибудь или что-нибудь типа такого? Эм... Кстати, вот, внизу, в нижнем левом углу, вот там вот, где шлем у меня нарисован, О-2. Какой-то вокруг щит, я не знаю. И вот первый значок там джетпака. Джей. Джей... Хм... Ну, ладно. Так. Мне этот камень просто не нравится, надо его убрать. Такой кусок железа. Шесть штук. Так. Окей. Надо, говорит, покушать нужно. Игьерд, вон, видите? У нас, понятное дело... Так, ну вот, давайте... Инопланетный... Ален Хонни. Это типа... Инопланетный мед, что ли? Что? Что говорит он мне? Он мне говорит, если я не ошибаюсь, добудьте 50 железа, 30 кобальта, 40 меди, 30 силикона и 30 прометхиум. Что такое прометхиум? Я не знаю, но... Окей. Окей. Притом... Где я здесь? Где я здесь? Вот, вот. Кобальт. А вот, кстати, похоже, порода уже начинается, да? Так, нет. Вот надо... Нет. Вот на такой режим. Породу... Нет, стоп. Нет. А, вот. Все. Порода уже, по-моему, кобальта пошла. Ну вот. Так. Нет. А, нет, кобальт, да? Две штуки я уже добыл. Ну, давайте попытаемся погрузиться вглубь. Интересно. То есть, смотрите. Воу-воу-воу-воу-воу. Хорошо, хорошо так идет. Кобальт я уже как бы нашел, его нужно найти, типа, и выкопать. Посмотрите, при том, руда, я так понимаю, до 15 метров идет вглубь, да? То есть, вот, прям, можно копаться и там руда-руда. Интересно, здесь есть какие-то пещеры? Ну, то есть, я могу, типа, провалиться в какую-нибудь пещеру, где будут, там, не знаю, сталактиды какие-нибудь, мутирующие огромные пиявки или, там, насекомые. И, типа, я сразу вспомнил момент из, вот, 14-го года, по-моему, фильм про этого гориллы-то большого, Кинг-Конга, да? Где они на остров там приплыли. Там не только Кинг-Конг был большой, но там все животные и насекомые, в том числе, огромные были. Они в какой-то... Люди там в какую-то щель провалились. Там всякие, знаете, вот, пиявки всякие, какие-то там пауки, тараканы, их начали пожирать. Фу, очень противная сцена. И я вот что-то почему-то в такую сцену сейчас представил, что я сейчас провалюсь в какую-то пещеру. А, собственно говоря, пока я болтал, я уже 30 кобальта нарыл. Интересно, а нужно ли больше? Ну, я еще буквально 5 минут где-то... Ну, нет, даже вру. Ну, минуты 2-3 покопал еще. Давайте дальше продолжим, потому что нам еще нужны всяческие ресурсы. Вот, собственно говоря, вот впереди нас прям есть медь. Ву-у-у! Он прям скачет, то есть ему вообще попробовать. А за счет чего работает мотоцикл? То есть не нужно какого-то... Он мне не кончится топливом у него там? Так, оп-оп-оп-оп. Вот подо мной где-то прям. А то вдруг я сейчас уеду куда-то далеко, а он у меня кончится. Так, где-то... Вот он. 17, 15, 14. Так, давайте посмотрим, как медь выглядит. Мне интересно. Я, конечно, не буду вам показывать, как я буду добывать полностью. Потому что, ну, понятно, что это просто как минимум долго. Но вот... Крашу же. А вот просто показать саму медь, как она выглядит, мне кажется, вам будет интересно. А вот, собственно говоря, она началась. Да, она уже вот выпадает. Ну, это такая рыжая-зеленая. Честно, ни разу не видел медную вот породу именно, да. Интересно, кстати, вот глянуть, да, в живую медную породу. А есть фонарик L, наверное? Да, фонарик есть. Отлично. Отлично. То есть если темно станет или я погружусь совсем глубоко, то я смогу добыть. Так, ладно, давайте я медь добуду. Интересно. На самом деле вот такая вот зеленая какого-то рыжего цвета. Хм. Добуду медь и вернусь. Так, ну меди я добыл нужное количество, но у меня почему-то бур перестал работать, хотя полосочка бура, она не кончается. А, полосочка это, наверное, жизни бура, да? Да. А вот амма, вон, видно, 849 из одного. То есть видно, вот, теперь я увидел. Все, биотопливо он как раз-таки использует. И как раз-таки биотопливо это у нас как раз-таки вот эти вот. Так что, ребят, больше не стоит добывать. И тут кто-то рычал, честно говоря. Ну ладно, вроде бы... Стоп, я вижу, кто-то ходит. Да, вон, посмотрите. Какие-то динозаврики ходят. Смотрите, это хищные такие, по-моему, динозавры. Есть же с хвостом? Они такие маленькие, их много как прав. Вон какая-то хрень бегает, господи. Так, ладно, все. Силикон, силикон, потому что ночь уже настает. Ага, ночью мне что-то страшновато здесь. Вон, здоровая хрень ходит. Слева была. Так, ладно, окей. Главное, не бояться, не бояться. У меня есть байк. Байк, конечно, плохо управляется, честно скажу. Наверное, поэтому мы его не собираем из частей, как, допустим, здесь можно корабли собирать. А сразу же, так сказать, используем готовую структуру. Так, вот здесь уже, похоже, свет нужно будет врубать, потому что это у нас что, силикон, да, получается? Так, давайте посмотрим, как силикон выглядит. Очень интересно копается вообще территория. То есть сначала раскапывается... Если вы будете вот так вот вниз, вы не сможете маленький, коротенький туннель прокопать. То есть вот видите, я сейчас копаю. Вот только сейчас началось погружение. Вот, похоже, силикон начался, да? Да, это уже силикон. То есть сначала он расширяет туннель вокруг вас, только потом погружается, да, то есть до определенного уровня. То есть вот, вот видите, я просто вниз копал, но вот такой довольно-таки серьезный размер, серьезного размера такая вот пещерка получилась, точнее вход. Ладно, давайте я силикон добуду, 30 силикона нужно, и мы продолжим. Я добыл нужное количество, но не удержался еще чуть больше добыть. Блин, на улице уже ночь. Реально ночь она встает. Смотрите, вот я выключаю. Вообще ни черта не видно. Ух ты, прикольно, ребята. Посмотрите, как на буре отображается вот солнечный свет. Понятно, вот здесь вот как будто сейчас тень. Ну ладно. То есть, очень круто солнышко светит. Так, мне остается железо добыть, да? Интересно, я... Кстати, я могу же провалиться. Фу, это реально динозавр. Йоу, чувак, прости, пожалуйста, я в тебя врезался вроде бы. Не знаю, что произошло. Ну ладно. Так, вот еще очень плохо управляется, конечно. И вот интересно, ночью здесь, типа, ну, что? Типа ужасы настают? Какие-нибудь, может быть, монстры появляются? Из пещеры вылазить? Не знаю, где-нибудь. Или просто они хотят появляться? То есть, мне стоит бояться? То есть, на самом деле, сейчас что? Может быть, правильней свалить нафиг куда-нибудь, ну, не знаю, там, на базу ту же, да, где я появился, и там уже отсидеться? Оп, оп. Я потому что уже тупо... Нет, я сейчас просмотрел. Просто. И отсидеться на базе или продолжать так же копать? Наверное, все-таки продолжу я копать, потому что количество, которое нужно добыть, оно небольшое. Где-то вот здесь, вот уже очень близко. Еще меди рядом. Я видел, там пчелки сейчас были. Где-то... Блин, я, я тупо не вижу, куда я еду, ребят. В каких-то, по каким-то кустам. Реально. Так, окей. Ага. Я слышу, кто-то рычит, ребят. Так, мотоцикл отображается. Прометим, промет... Тюмом, опять я какой-то нашел. Так, на карте отображается мотоцикл, то есть я его не потеряю, это самое главное, потому что есть и в некоторые игры, в которых не отображается. Ого, нифига на какого цвета. О, нифига себе. А тут я, типа, не отравлюсь ли случайно такими парами? Или что-то типа такого. Прикольно выглядит, да? То есть... Такая необычная руда синего цвета, прям-таки. Представляете, если бы, на самом деле, такая порода была бы вот на земле. Я думаю, такого точно нету. Прям вот такого синего какого-то ресурса. Забавно. Добуду и вернусь. Так, я добыл нужное количество этого ресурса и у меня что-то следующее написали. Jetpack, escape from mining. Только сейчас написали об этом? То есть... Только сейчас написали, что у меня есть типа jetpack и ты можешь выбраться из пещеры, да? Плюс, если у тебя типа... О, это же мед, да? А это что такое? Тоже можно собрать. Что-то собрал. Так, вот грибочек какой-то. Оп, тоже собрал. Прикольно. Мотобайк. А, даже вот так он отображается. Вообще шикарно. Так, то есть, только-только сейчас написали, что можно типа как-то вылезти, да, и подсветить, если вам совсем уж темно. Так, аккуратненько, не торопясь будем ехать, потому что свет, как видите, очень плохо. Ух, вот опять же, куда-то вырезать. В какой-то куст я вырезаюсь постоянно. Довольно-таки тяжело ночью ездить по этому лесу, но в принципе можно, да? Вот здесь вообще в поле. Так, и железо, конечно же. Железо, наверное, всегда будет на века, просто на века, на столетие, на тысячелетие наиважнейшим ресурсом, без которого не может ни одна цивилизация, да, ничего, ни инструмента, ни развития, ничего без железа не будет никогда. Давайте посмотрим, как выглядит железо. Ну, мне интересно, я думаю, и вам интересно, по крайней мере, тем людям, которые не играли в эту игру, ну, или не будут играть. И железо у нас, вот смотрите, породок. А, вот видите, такие прожилки металлического цвета появляются. И вот, похоже, это именно железо будет. Да, вот оно. Хотя я уже... Ой, ой, ой. Так, Shift, Shift, F, Shift, F, я, то есть, могу таким образом забрать просто тупо мотоцикл, потом вот так вот в инвентаре и выложить. Конечно, это казуальненько, честно говоря, потому что, допустим, вообще, почему я, вот, допустим, недавно Space Engineers посмотрел игру, и сейчас вот эту игру выпускаю на своем канале, потому что я поиграл еще в одну подобную игру. И меня просто как-то так заинтересовали эти все игры, я решил их опробовать на своем канале и посмотреть, как вы на них отреагируете. И вот в планет Нома Цай, как раз таки, в которой я играл, там такой казуальщины нету, и там более все сложно, там ты не сможешь так просто выставить и засунуть в инвентарь мотоцикл и выложить его потом обратно. Так что добудусь сейчас железо и продолжим. Так, ну что ж, я добыл железо и у нас появилось следующее задание вернуться на базу, я так понимаю, и... Так. Компарат этот... Engine... А, да. То есть это, я так понимаю, это база, что ли? Сейчас проверим. Да, именно... Нет, стоп. Стоп, смотрите, еще материал. То есть, получается, что на всей планете я могу ездить, да? Или есть все-таки какое-то ограничение? Интересно, потому что раньше было ограничение, честно вам скажу. Так, да, это именно... Да, это меня именно показывает именно туда, куда вот... Вот, вот, именно туда. Так, все, поехали. И следующее, и сделать слитки железа, я так понимаю, сделать слитки всех этих материалов, да? И Create Fuel Pack. Вот нужно будет сделать... Great Fuel Pack. Оп, оп. Так, аккуратненько нужно есть... Блин, прикольно, на самом деле, вот эта вот ночная езда, это очень-очень интересно. Кстати, вот, мне кажется, в этом... Вот в этом мире, да, то, что здесь, как бы, изи, да? О, вот, приехали. То, что здесь, как бы, изи развития, здесь, наверное, не будут нападать. Скорее всего. Потому что только ночью, наверное... Ой, только вот на Харда, где там ПВП написано было, вот там вот как раз-таки, наверное, и можно воевать и ждать, так сказать, врагов. Ну, ладно, мы только нач... Я, точнее, только начинаю и... Так, и здесь давайте посмотрим. Вот Инга, да? Ирон. И, в принципе, мы можем вот так вот, то есть, сюда кидаем. И, видите, сразу появляется материал, который мы можем делать. Жалко, что они не берутся из инвентаря. Силикон. Вот, пожалуйста. Так, что у нас? Медь. Кобальт. Крашерстон. Фурок даст можно из него. Ну, мне, по-моему, из него ничего не нужно было делать. Так, здесь... Алин плазма. Что это? Господи, какие-то легкие зеленые. Серьезно. Легкие кого? И откуда вы это у меня? Самое главное. Так. Стоп. Четыре материала. Что ли? Я добывал. Так. Четыре. Вот это вот. Так. Так это все я могу делать, конечно? А как-нибудь можно с шифтом там? Да, вот. С шифтом под максимум прям. То есть, он говорит, там 200 штук, но из этого же не получается 200 штук, я так понимаю. Ладно, давайте вот так вот так заказываем. И... Еще раз. Неодиумор. Или я не добывал его? Или я всего лишь четыре руды добыл? Наверное, да. Потому что другого я здесь не вижу ничего. Так, окей, ладно. Ну, собственно говоря, эти все материалы мне нужно создать. Прометовый пелец. Прометовый пелец. Что, блин? И здесь нужно уже какие-то... А, вот эту вот штуковину нужно создавать. Вот, 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 вот. Вот теперь все. Вот. Все. Теперь все как бы... Теперь все понятно. Кстати, о, по 100 штук через контрол. Теперь все понятно. Пускай он создает. Отлично. Врагов, значит, наверное, все-таки мне не нужно опасаться. И мне нужен грет фулл пак создать. Грет фулл пак. Фулл пак. Вот он. Создается он из... Прометовый... Вот, собственно говоря, из этой синей руды и создается. Так что... Из 10 создается 1, я так понимаю, да? Ну, вот, как-то так. Но на этом я буду заканчивать. И сразу скажу, напишите свое мнение в комментариях. Мне это очень важно, потому что мне хочется как бы знать, что вам нравится на моем канале, что стоит продолжать снимать, что не стоит продолжать снимать. Это очень важно. Не только для меня, но и вообще для канала, и для будущего канала, который, надеюсь, все-таки будет лучшим. Всем всего удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok